МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз благодаря капусте. Сколько урожая собрали аграрии республики за последний год, расскажем в выпуске. 80 лет со дня снятия блокады в Ленинграде. Памятные мероприятия, приуроченные к этой важной дате, проходят в Дагестане. Еще один повод проявить теплоту и любовь к близким. Сегодня, 19 января, отмечается необычный праздник – День нежности. Продолжение истории из села Заната Шамильского района, о которой телеканал «Анантэ» ранее снимал сюжет. Там ученики вынуждены были преодолевать расстояние в 12 километров, чтобы добраться до образовательного учреждения в соседнем селе Нижний Батлух и обратно. И это несмотря на наличие нового школьного автобуса, который не функционировал из-за состояния дороги. Она не соответствовала требованиям действующего законодательства. Теперь же, после вмешательства прокуратуры Дагестана, дорога отреконструирована, маршрут движения школьного автобуса согласован. Детей возят на занятия и после них домой. Дагестан – лидер по выращиванию капусты. На республику приходится 25% объема ее производства по стране и более 90% по СКФО. Такие данные приводит Минстельхоз региона. Порядка 700 тысяч тонн данной овощи было собрано на полях Дагестана. Лидером же внутри республики выступает Львашинский район. Здесь было выращено около половины из общего числа урожая капусты. Хорошие показатели также в Акушинском, Буйнакском и в Дербенском районах. Они испытывали все – холод, голод, гибель родных, но держались до конца. Дагестанские активисты и сотрудники Министерства по делам молодежи республики посетили накануне в Махачкале двух ветеранов – жительниц блокадного Ленинграда – Ирину Сухомлинову и Марину Бессалову. Ирине Сухомлиновой было всего 7 месяцев, когда фашисты подступили к Ленинграду. И поэтому о тех трагических событиях она знает со слов матери и старшей сестры. Марине Бессаловой на начало войны было 4 года, но она помнит все детально, как будто это происходило вчера. Отметим, что в этом году в России отмечают 80-летие снятия блокады Ленинграда. По всей стране, в том числе в Дагестане, с 18 по 27 января проходят памятные мероприятия. Одна из таких акций – блокадный хлеб – стартовала в Махачкале. Волонтеры и активисты раздали жителям и гостям республики 125-граммовые пайки. Именно столько весила минимальная порция хлеба в самый тяжелый для ленинградцев период. И к другим темам. Сегодня, 19 января, отмечается необычный праздник – День нежности. Мы посчитали, что это отличный повод для каждого из нас выразить родным и близким свою любовь. Для этого мы вышли на улицы Махачкалы и попросили жителей города позвонить самому важному в его жизни человеку и выразить свою теплоту и нежность. Для меня самый важный человек – это моя мама. Тебе можно звонить? Хотел сказать, очень люблю тебя, прямо от души. Ну я вас спасибо, я тоже тебя люблю. Ты же 5 минут назад ваш с вами говорил, он писал. Ну, пришлось еще раз позвонить. Нет, я вам должен поднять. Алло, баба? Алло. Я тебя люблю. Да? Я тебя люблю. Очень хорошо, я думаю, что тебя не люблю, люблю, конечно. Спасибо, давай, я скоро буду дома. Ай, я бы тебя умница, красавица. Для меня самый главный человек, конечно же, это мама. Моя подружка, мой самый близкий человек и тот человек, которому я могу все доверить. Алло. Мамульчика, еще раз привет. О, привет. Я тебя люблю. О, я тебя тоже что случилось? Ничего не случилось, просто решила сказать тебе, что я тебя люблю. Да, ты где? Я на остановку сейчас пойду. А, машуток нету. Хорошо. Алло, баба, я тебя очень сильно люблю. Почему? Ну, просто да. Записать надо это где-то. Спасибо, я тебя тоже люблю. Для меня самый ваш человек это мама, естественно. Алло, мам. Алло, Анатольна. Я хотела тебе сказать, что я тебя люблю. Да? Да. Спасибо. А ты меня... С чего это ты так? А ты меня любишь? Конечно, добра. Какой глупый вопрос. Это... Я тебя люблю, мама. Я тебя люблю, говорю. А ты там опять-таки кого-то делаете в тик-таке, да? Нет, я все же не говорю. Или у вас спор пошел здесь? Спор? Да не, нормально, я все просто так сказал. Спор на деньги пошел, да? Нет. Он скажет, что кого любит тебя? Нет, нет, я вот сам лично говорю. Для меня самый важный человек это мама. Алло, мама. Привет. Привет, я тебя люблю. Спасибо, я тебя тоже. Для меня самый важный человек это мама. Сейчас я ей позвоню. Отец, пошли. Она не возьмет, наверное? Нет. Алло, привет, мама. Молодец. Привет. Как дела? Проходи сюда. Как дела? Я еду на вас, лучше автороспорожек. Когда ты свободна будешь? Ничего хотел. Я тебе просто хотел сказать то, что люблю тебя. И то, что дорожу тобой. И то, что люблю тебя хотел сказать. Спасибо, я тоже тебя люблю. Кофе, пожалуйста. Честно? А? Честно? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Ладно, давай. Давай. Я тоже решила не оставаться в стороне и позвонить близкому для меня человеку. Алло, Анна. А это Мара. Алла. Я хотела тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо большое. Я тоже тебя люблю. Как сказать? Больше, чем земля. Спасибо, Аннашка. Как твое здоровье? Ничего, спасибо большое. Что я хочу сказать? Вчера я эти фотки-мотки что-то отправила по теме. Сказала там, как его, с музыкой, чтобы мне поставила. Она все. И она, говорит, проспала вчера вечером. Я попросила тебя, попросила, хотела, чтобы заняла сети. И тоже не отвечала вчера. Я тебе, Аннашка, позвоню вечером и сделаю. Хорошо? Ну, давай тогда. Давай, моя Аннашка, давай. На работе? Да, да, да. Так, давай. Давай пока. Пользователь звонит. Ладно, позвони маме. В настоящее время абонент занят. Пожалуйста, попробуйте переходить. Минус второй близкий человек. Все, ни маме, ни папе. То есть никто не... Может, бабуле позвонить? Чего я всегда маме звоню? Вечера религиозных знаний периодически проходят в городах и районах республики. Так, на этой неделе в селе Цулда Чародинского района и в селе Калял-Ленинан Бабайуртовского района состоялись просветительские мероприятия. Для местных жителей ученые-богословы затронули актуальные темы общества, такие как необходимость облагораживания нравов, единства и братства и доброго отношения друг к другу. Подобные встречи способствуют объединению мусульман и развитию села, отмечают организаторы. Также подобные вечера знаний необходимы в целях профилактики и экстремизма в населенных пунктах. Праздник для детей в Новолагском районе. В селе Новочертах прошел образовательный конкурс среди учеников примечетского Мактаба по правильному чтению Корана. В мероприятии приняли участие ребята школьного возраста. Лучших выявляли среди младшей и старшей группы. Те мутаалимы, которые учатся в селах, в этом селе, бывают барракат. Это на самом деле наше будущее, наша радость, радость родителей, радость предков, что у нас учатся, аль-хамду-ля, такие мутаалимы. И вы посмотрите, в тех селах, где не учатся мутаалимы, в этом селе не бывает нура, не бывает барраката. Аль-хамду-ли-ля, нам Аллах дал разум, нам Аллах дал понимание, что у нас должны быть дети, что они учатся в мудресе, чтобы они были грамотными не только в светской сфере, и были грамотными и в исламской сфере тоже. По итогам конкурса победителям и призерам вручили дипломы и денежные вознаграждения, а остальные участники получили утешительные подарки. Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей. В завершении всех присутствующих накормили горячим обедом. И к новостям спорта. У Федерации борьбы Дагестана новый руководитель. Им стал бизнесмен и меценат Амар Мутузалиев. Выборы проводились в режиме видеоконференц-связи. В своей речи кандидат говорил о планах по развитию борьбы, пообещав поднять ее на новые высоты. Более 10 лет Амар Мутузалиев спонсирует дагестанских вольников, добившихся в этот период лучших результатов в своей истории. В ходе голосования кандидатуры Мутузалиева поддержали все члены Федерации. Завершилась конференция словами напутствия ветеранов борьбы к новому президенту организации. Сегодня Дагестан это титульная нация в борьбе. Сегодня Дагестан это, мы являемся одним из главных спортивных центров России. Не буду говорить только о олимпийских чемпионах, чемпионах мира, но это все в том числе мы все, те, кто имеют отношение к борьбе и спорту, знают, что вы, какой вы большой вкладывали с них это дело. От себя и от всех нашего спортивного сообщества хочу вас отучить поблагодарить и сказать большое спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»